Следующий вопрос. Говорит, является ли обязательным условием тахаллюля, то есть выхода из Ихрама при задержании тебя от хаджи или от умры, анния, то есть наличие намерения, то есть когда ты приносишь жертвоприношение. Достаточно просто жертвоприношение принести без намерения, что этим я выхожу из Ихрама. Или ты обязан при жертвоприношении иметь намерение, что это действие я делаю для чего? Как действие, которым я выйду из Ихрама. Как это приходит в его книгу, сказал автор, а также шафииты. Мусанныф, то есть Ширази. Как мы говорили, Маджмо является чем? Шархом на книгу Аш-Ширази. Ширази написал книгу Аль-Мухаззаб и затем после этого Мухаззаб. После этого Ан-Науи написал на него шарх, который назвал Аль-Маджмо. Поэтому когда в Маджмо он говорит, сказал Мусанныф, сказал автор, имеет ввиду Аш-Ширази, Абу-Исхак Аш-Ширази. Говорит, так вот, сказал Аш-Ширази, а также шафииты. Говорит, если пришло время выхода из Ихрама, то смотрится. Если он смог найти жертвоприношение, то он приносит жертву этого жертвоприношения и при этом берет намерение, что это жертвоприношение не просто какое-то жертвоприношение, а что этим он хочет выйти из Ихрама. Говорит, и это намерение является обязательным условием действительности этого жертвоприношения, то есть для того, чтобы выйти из Ихрама, по единогласному мнению шафиитов. А потом он же должен побрить голову. Говорит, и что касается Халк, то есть бритья головы, то это является также условием для выхода из Ихрама, если мы скажем, что это обряд поклонения. А если же это не обряд поклонения, то нет в нем нужды. То есть имеется в виду он ваджиб, но для того, чтобы выйти из Ихрама, нет нужды в чем? В бритье. И это мазаб ханбалитов, как об этом приходит в Аль-Мухни. И на это указывают слова пророка. Поясние дела оцениваются по намерениям. Значит, человек, если хочет выйти из Ихрама, после того, как оказался задержанным от совершения умра или хаджа, то он должен принести жертвоприношение. И при этом должен иметь намерение, что этим жертвоприношением, то есть он приносит его не просто так, а для того, чтобы что сделать, выйти этим самым из Ихрама. Далее, следующий. И это мазаб ханбалитов, как об этом приходит в Аль-Мухни. И на это указывают слова пророка. Поясние дела оцениваются по намерениям. Значит, человек, если хочет выйти из Ихрама, после того, как оказался задержанным от совершения умра или хаджа, то он должен принести жертвоприношение. И при этом должен иметь намерение, что этим жертвоприношением, то есть он приносит его не просто так, а для того, чтобы что сделать, выйти этим самым из Ихрама. Далее, следующий. Далее, следующий.